Уже почти 4 года в регионе реализуется проект, который был одобрен правительством и поддержан на государственном уровне. Комплексная инициатива заключалась в том, чтобы каждая семья села эффективно использовала свой приусадебный участок, выращивала скот и птицу. В 2019 году жители 11 сельских округов получили льготные кредиты, а в 2021 году добились еще три села. Проект, направленный на повышение уровня жизни населения, будет реализованный в следующем году. В 2023 году жители 22 сельских округов получат льготные кредиты на сумму в 11,5 миллиардов тенге для реализации 3000 проектов. Следовательно, увеличивается количество предпринимателей, уменьшается количество граждан, получающих адресную социальную помощь. В населенных пунктах уже есть семьи, которые ввиду улучшения их благосостояния перестали получать социальную помощь. Таким образом, было сэкономлено 1 миллиард 100 миллионов тенге. Выделили более 6 миллиардов тенге на поддержку крестьянских хозяйств в 10 сельских округах. Однако некоторые из них испытывают трудности, но мы им помогаем. При выделении средств мы решаем проблемы сельчан. В этой связи глава региона открыто обменялся мнениями в онлайн-формате с заместителем премьер-министра Республики Казахстана Алтаем Кульгиновым, подчеркнув, что для развития пилотного проекта необходимы дополнительные средства от государства, также подчеркнул эффективность этого проекта в повышении уровня жизни населения. В рамках данного проекта в этом году из республиканского бюджета выделено более 6 миллиардов тенге. На сегодняшний день рассматриваются заявки более 1200 заемщиков. Отметим, что в числе названных сел Каляки-Мер-Жамболского района, Жаил-Масы-Расуского района и округ Оик-Таласского района.